Компания Крок открыла первый в России центр 3D-решений. Он позволяет увидеть все самые современные 3D-технологии в действии. Говоря проще, грех не попробовать на себе. Поэтому мы туда и отправились. Центр открылся совсем недавно, и поэтому здесь можно попробовать все самые современные 3D-системы в действии. 3D-проекцию на экран, голографическую проекцию на стекло, комнату виртуальной реальности, дисплей с трехмерным изображением без использования специальных очков и другие. Ни для кого не секрет, что 3D-системы сегодня очень популярны и находят свое применение в различных отраслях, включая медицину и нефтегазовую промышленность, строительство и центры розничной торговли. Всего здесь установлено 10 систем на базе оборудования ION Reality, одного из мировых лидеров в этой области. Системы, представленные в центре, используются для решения множества специфических задач. Проектирование деталей и конструкций промышленности, создание архитектурных макетов жилых комплексов и даже городов, интерактивного обучения в школах и вузах, отработки действий при чрезвычайных ситуациях службами быстрого реагирования. Трехмерные технологии помогают существенно сэкономить на создании прототипов, ускорить время разработки сложных инженерных решений, повысить эффективность обучения персонала и снизить риск возникновения внештатных ситуаций. Начнем с технологий. К примеру, для того, чтобы обеспечить погружение в виртуальную среду, нам нужна достаточно жесткая связка проекционных систем и системы трекинга. То есть за счет трекинга нашего взгляда система подстраивает картинку под нас, и объекты получаются как бы вокруг нас. То есть мы можем заглянуть внутрь двигателя, либо заглянуть внутрь квартиры, какого-то комплекса жилого. Мы можем отрабатывать различные ситуации, погружаясь в виртуальную среду, при этом не причиняя вреда ни себе, ни окружающим, ни самим объектам. Перспективы больше именно в разработке контента. То есть мы планируем увеличивать штат специалистов в лаборатории разработки контента и планируем увеличивать численность нашей школы. Основной инфраструктурой Центра 3D-решений Крок стали специальные системы отображения ION, программное обеспечение этого же производителя, используемое для создания 3D-контента. Мы попробовали все технологии, представленные в центре, от самых простых с очками до самых сложных, дающих представление о строении человеческого организма или глаза. Есть здесь и часть с развлечениями. Небольшой и очень простой симулятор штрафного в футболе, созданный на базе Microsoft Kinect. Но больше всего поражает зал, в котором мы увидели сразу 4 различных технологии. Самое заметное — большой изогнутый экран 9х3 метра, на котором могут плавать дельфины, развлекающие детей, или же вы можете прогуляться по большому нефтеперерабатывающему заводу. Также здесь есть огромный 4K-телевизор, на котором открываются высокоточные отсканированные модели горных массивов. С помощью этой технологии геологи могут рассмотреть породу максимально близко и покрутить во все стороны. Есть тут и оборудование по сути для хирургов. Вы надеваете 3D-очки, берете замысловатый прибор в руку и управляете происходящим на экране. В данной ситуации мне предложили разобрать человеческий нейрон на маленькие части, чтобы изучить его строение. Ну и, наконец, главное блюдо центра 3D-решений — специальная комната с четырьмя экранами, три по бокам и один на полу. Эта комната действительно показывает, что за 3D будущее. На очках специальные рожки, которые отслеживают мои передвижения в пространстве. Если человек без очков видит просто странную, едва узнаваемую модель двигателя, я в буквальном смысле нахожусь внутри него и смотрю на действующую модель. Так могут быть созданы различные прототипы, и мастер может посмотреть, где и какие детали не совпадают, что надо переделать. Эту модель буквально хочется потрогать, и технологии будущего скоро позволят это сделать. Сотрудники Крок уже начали работать со специальными перчатками, которые позволят взаимодействовать с объектами.